Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и пора записать прохождение Seedmare Civilization 6 с новым патчем против компьютеров на уровне сложности Божество. Патч изменил важную вещь, счастье или как удовольство оно называется. В связи с этим почему-то в комментариях меня многие просили за Шотландию сыграть, потому что у нее еще изменили и поля для гольфа. Я уже подготовил партию, как видите Божество, Шотландия, а теперь поля для гольфа 2 довольства будут давать, а не одно. Но с другой стороны и изменились уровни довольства, теперь бонусы сложнее получать, а штрафы за недовольство намного больше. Поставлю уровень стихийных бедствий 3, хотя, вы знаете, мне кажется, что возможно стихийные бедствия тоже влияют на качество игры компьютера. Они не очень понимают, что с ними делать. Карту поставлю, ну континенты обычно у нас такая, мне кажется, на континентах самые интересные получаются. Размер карты, как всегда, огромный. Единственное, я теперь поставлю не 12, а 15 цивилизаций. Потому что 20, наверное, это все-таки слишком много, и они там друг другу мешаются. 12, ну, мало, давайте хотя бы 15. 12. Выбрал 6, по моему мнению, самых крутых чудо-природы. Ну, просто чтобы интереснее было. Не факт, что они мне попадутся, понимаете. Большой барьерный рифт, бухта Холонг, гора Келеманджаро, гора Рорайма, дорогу гигантов и Торрес Дель Пайна. Все остальное стандартное, видите, тут стоит. То есть, даже не будет у меня старта балансного. Вот, самое главное, что со случайными технологиями и социальными институтами играю. Режим тайны общества, мне кажется, наоборот, легче делает игру. Слишком много прокачек для губернаторов. А компьютеры, мне кажется, не умеют им пользоваться вообще. Так что вот случайные технологии и социальные институты намного интереснее будет. И еще мне рекомендовали отключить варваров. Потому что, опять же, они мешают компьютерам. То есть, я там могу ими пользоваться. То есть, и прокачивать юниты, и цивики получать ускорение. А компьютеры, воюя с варварами, не понимают, что происходит. Там им грабят район и прочее. Так что, мне кажется, как раз без варваров должно быть сложнее. При игре против компьютеров. В общем, такие настройки. Шотландия. Давайте посмотрим, как у нас получится сыграть на божестве в этот раз. Давайте глянем на возможности Шотландии. Можно объявлять освободительную войну после исследования социального института оборонительная тактика. И во время освободительной войны 10 ходов мы будем иметь 100% производства и плюс 2 очка к перемещениям всех юнитов. Как раз против компьютеров это может работать. Потому что против живых игроков, вы же понимаете, что освободительную войну невозможно просто сразу объявить. Сначала надо осудить соперника, подождать 5 ходов. И тогда освободительная война. Освободительная, это когда, знаете, город-государство захватывают, например, с которым вы союзник. Так вот, живые игроки, просто если вам Шотландия обвиняет вас, сами объявляют войну в ответ, чтобы Шотландия вот этого бонуса не получила. Кроме того, счастливые города, вот это будет сложнее намного сделать. Потому что сейчас счастливые города, по-моему, с плюс 4 начинаются, а не с плюс 2, как было раньше. Правда, поле для гольфа теперь больше дает счастья. Так что, наверное, возможно, как-то и компенсируется, но у меня сомнения, что вот это получится реально воплотить. И, соответственно, они больше дают очков великих ученых и великих инженеров, если они счастливы. Бонус, причем удваивается, для городов в состоянии экстаза. То есть мне надо не так уж и много городов, наверное, поставить. Так, ну давайте посмотрим, что тут нам сгенерировало. Догенерировало апельсинки! Ну все, можно никуда не ходить. Если ты любишь апельсинки так же, как я, то ставь лайк. Блин, барьерный риф где-то далеко. Ой, просто риф, это не барьер, просто риф. Не, ну в принципе, что тут? Ставим здесь норм место. Рост есть. Да, я играю с Quick User Interface. Ну, мне с ним больше нравится. Буду продвигать в массы. Я думаю, вам понятно. Видите, тут сразу видно, что обрабатывается. Но я думаю, что имеет смысл сюда переключить, чтобы за два хода вырос город, а не за три. Как на этой клетке было бы. Со строительством юнитов чуть обождем. Зато сразу будет два города. Это плюс ко всему. Так, Кимерия. Изучили мореходство. Ну, нач... А, давайте осмотрим дерево технологий, как выглядит. Красиво. Красивые вопросы без ответов. Будем их открывать потихоньку. Так, начну с животноводства. Свод законов. О, смотрите, в одну. Блин, интересно, что тут будет. Вот бы тут было обработать три клетки. Потому что все остальное я вряд ли могу ускорить. Честно говоря. Вот тут, конечно, не очень мне свезло. Правда, все... Видите, все остальное прям так и связано с этим. Вот это социальный политик. Одну достаточно открыть здесь. А эти тупико... А это тупико... Вот это и этот... Нет. Да, вот это и вот это тупиковые будут. Ну, ладно, посмотрим, как пойдет. Блин, я вспомнил, что в Шотландии скрипочка дурацкая. Звучит мелодии. О, тут... Ну, производства, правда, мало, но в принципе... В принципе, нормальное место. Тут можно ставить... Города. Так, вырос. Три-три. А если так? Четыре-два. Нет, давайте... Я хочу, чтобы быстрее рос. Он до трех... У меня уже предел по жилью будет. Потому что я напоминаю, что жители... Это не только обработка больше клеток. Это еще и наука с культурой. Ну, давай нам дадут рабочего. Как я? Четы? Так, мне, правда, им нечего сейчас обрабатывать. Но сам факт, что у нас уже есть рабочий, означает, что мы не будем на него тратить производство. Давайте я его как... Кстати, использую скаута пока. Тут вот сюда прыгну, наверное. Блин, вот... Орошение я не могу никак ускорить. Кстати, я бы после животноводства... Хотя посмотрим, что тут откроется. То есть горное дело мне не надо. Мне нечего обрабатывать горным делом. Животноводство открываю, чтобы лошади появились. То есть мне, в принципе, в мореходство потом надо идти. У меня тут два ресурса. Удобно с этим интернетом... Понимаете, написано, сколько обрабатывается всего. Так, я еще жду. Давайте прыгну сюда. О, тут нормально с производством. Мне тут нравится пока. А, ваши любимые озера шотландские. Лох Тей. Там будет еще Лох Нес. Вот это. Но если вы напишите в комментах Лох Леша... Вы будете забанены. Ну, обидно же. Так, наверное, дальше... Я, пожалуй, не пойду. Так, ну, производство... Потому что, видите, мы достигли предела по жилью. Я буду... Может, эту клетку купить? Тут нормально производство. Да, а давайте вообще, в принципе. Давайте и сразу начну посело строить уже. Я не думаю, что мне нужен еще скаут. Я приблизительно понимаю территорию. Блин, или все-таки скаут. Давайте, наверное, скаут. Ладно. Два хода буквально. Так, вот это можно будет уйти обработать. Ну, сейчас мы дождемся появления лошадей. Если они вообще появятся, у нас же небалансный старт. Животноводство, животноводство. Пока мне рабочим обрабатывать нечего. Ну, возможно, что лошади тут появятся. Постою. Хотя тут есть варианты и здесь, конечно. А, стоп. Так они уже не появились. Блин, что я туплю? Все, лошади уже не появились просто. Просто где-то лошадей у меня. Два, три. Но, видите, вот эту клетку... Мне бы, конечно, надо было вот эту и вот эту клетку обработать. Потому что это ускорение верховой езды. Это ускорение колеса. Ну, блин, денег нету выкупить. Так, чего я хочу? Давайте, давайте реликвию. Так, ну мини-лика, ладно, встретили. О, блин, как близко. А, ускорение военной традиции. Ну, кстати, это хорошее просто потому, что у нас нету варваров. Я, кстати, забыл. Я боялся рабочим сюда идти, что боялся варваров. У нас нету варваров, соответственно, я это никак бы не мог ускорить, кроме как из... Кроме как из руинки. Мне бы еще железо ускорить, потому что там надо три варвара убить, соответственно. Я не могу это никак ускорить. Так, это столица. Но мне, конечно, надо вот здесь на реках ставить города. Что ж мне рабочим делать? Ну, я сейчас дождусь открытия мореходства, три хода, я все-таки вот эти два улучшу. И, видимо, надо будет... Блин, даже не знаю. Ну, почему это хорошо улучшить? Потому что это плюс жилье даст. Вот эти две рыбацкие лодки будут плюс к жилью. Уже город будет расти. Наверное, давайте наверх пойду. Смотреть, что там. В принципе, место неплохое для старта. Так, против воровами точно не надо ставить. Тут попробуем... Пантеончик набить. А вот и большой барьерный риф. Это хорошее место. Наверное, вот сюда. Раз, два, три. Ну, и пока предварительно сюда поставлю. Возможно, имеет смысл сюда поставить. Будь здоровы. Ди. Речка Дик. Тоже ничего, места. Давайте предварительно здесь. Ну, вообще, конечно, мне надо в сторону сейчас, в первую очередь, мини-лика. Блин, так и знал, что тут не пройти будет. Ну, тем не менее, тогда вот тут, где-то на этом озере норм для этого. Ну, конечно, тут, скорее всего, кампус этот. А как... Что я говорю? Конечно, компьютер тут кампус не поставит. Он может выкупить эту клетку, но кампус, он же не соображает, где нормальные кампусы оставить надо. Видите, уже не очень ко мне отношения. Ну, это все из-за малого... О, давайте-ка прокачаем сначала. Это из-за того, что чудо нашли. Что у меня маленькая армия. О, отлично. Так, возвращаемся. Ждем. Два хода. Не, надо быстрее посело строить. Я, наверное, сюда поставлю. Самый след... Ну, второй город. Стрельбу ускорил, ну... Ну, все, в принципе, тоже неплохо, потому что... Мы вначале-то ускоряем ее обычно от варваров. А вот это круто. Вот это круто, и я бы даже... А, так, стоп, я не открыл живот. Блин. Вот. Вот, блин. Так, ну, давайте откроем животноводство и... Орошение. Как же так, я не открыл. Ладно. Черепашек. О. Ага, трудовая повинность. Ну, вот о чем я говорил. Именно та... Та социальная политика, которую я вряд ли могу ускорить. Я точно не буду... В ближайшее время какие-то районы строить. Ну, Эфиопия. Армия потихоньку увеличивается. Так, ну что. Давайте посмотрим на территорию. Я все-таки тут хочу встать. Мне компьютер... Нет, компьютер мне ничего не предлагает. Блин. Да. Очевидно, что это горка, судя по цветам. И очевидно, что вот тут у нас будет город теперь. У нас как бы других уже вариантов не остается. Да. Вот это не очень приятно. Я думаю, что она с нами воевать будет. Да, ну, короче, места у нас очень мало. Ну, меня надо сюда ставить. И, соответственно, второй сюда везти быстрее. Чтоб оберечь себя от... Да, четыре города. И, возможно, сюда пятый я еще смогу вместить. Все остальное у меня закрыто. Не понтан. Так, давайте вот так, чтобы быстрее выросли. Таругу первый нашел. Да, у меня, короче, на пять городов только место. Если я еще успею здесь, сюда не придет эфиоп что-нибудь поставить. Просто я уже вижу все... Что больше мне некуда будет ставить ничего. Да, и лошадей меня все-таки нету. Несмотря на то, что я на один ход их не открыл, лошадей меня просто нету. Вот тут где-то надо будет раз, да. Вот прям, наверное, на хал... Ну, я сейчас подумаю. У нас есть варианты сюда-сюда. Скорее всего сюда, потому что слишком большое... Влияние лояльности будет от эфиопа. Потому что это столица все-таки. Если я смогу вообще поставить... О, еще руинка есть пока. Какая есть возможность, надо города грека... Гречанки открыть, спартанки. Да, ну... Старт тяжеловатый, тем более 205 населения. Ну, тут еще окат у нас. 20 монет дали. Ну, приятно. Так, мне очевидно, надо будет армию сейчас строить. Блин, не очень, не очень, очень, очень зажато меня тут. Конечно, помните, прошлое прохождение за эфиопию на божестве. В этом плане получше у меня все было. Ну, хотя бы производство есть. Уже не так грустно. То есть я могу хотя бы армию какую-то делать. Так, куда мне теперь? А, рашение откройте. Ну, пошли вот эти, очевидно, надо апельсинки. Так, ну, я, наверное, не буду туда смотреть, потому что я все равно где-то тут буду ставить город. Я все-таки думаю, сюда надо. Вообще, еще пока где-то тут вмещается. Правда, не будет, не будет пресной воды, но город, в принципе, тут влазит. Раз, два, три. Ну, блин, тут, наверное, будет все-таки очень большая лояльность. От, блин, от столицы Эфиопии. Да, нету, кстати, у меня рядом вулканов. Вот, видите, только первый найденный мной вулкан. Ну, да, большой бассейн. Не сомневался, что уже кто-то построит. Так, через три хода. Там мы к апельсинкам бежим. Тут мы ставим город. Интересно, будет возмущаться. Вот, видите, сейчас после патча недостаточно удовольствия. На самом деле, это не совсем так, потому что минус одно удовольствие теперь не дает никаких штрафов. Поэтому он серого цвета. То есть, минус одно удовольствие нормально иметь. Это сразу изначально у вас города вот так вот минус одно удовольствие делают. Ну, тут уже, видите, у нас и кофе, и мед. Это, конечно, хотелось бы обработать сразу. Давайте, наверное, строителя. Я думаю, что надо сюда куда-то идти дуболомом отслеживать. И мне бы, конечно, здесь после трудовой повинности... Блин, а где тут даже нету... А, ну сейчас там где три этих будет. Да, мне надо после трудовой повинности открыть карточку на плюс к созданию юнитов. Я бы даже скаутами тоже возвращался. То есть, я уверен, что... Ну, вот прям... В спарте я на сто процентов уверен, что она на меня будет нападать. Потому что двести сорок пять против сорока, а у компьютера просто башню сносит. С такими цифрами. Поэтому мне нужны юниты в защиту. Так, где мастерство? О, а вот оно как раз следующее. Если вот тут карточка на плюс пятьдесят процентов. Ну, стрельбу из лука я не буду открывать. Потому что мне надо сначала... Сначала прачников наделать, чтобы хапнуть. Не знаю, может рабочего купить? Не, мне нужны деньги на содержание армии, я думаю, в будущем. Даже армию придется прямо сейчас строить. Иначе нас тут найдут. Уже клетка выкуплена. Ну, здесь еще территория сложноватая для спарты, конечно, будет. В том плане... Ну? Раннюю империю открыла спарта, поэтому меня выкинула за границу. И благодаря этому, я быстрее сейчас пойдет здесь скаут. Но мне надо сюда все юниты везти. И... Блин. Брать ли мне Виктора или с Пингавы начать? Наверное... Наверное, с Виктора. Потому что... У меня будут большие проблемы. О, слушайте, а там и Эфиоп наяривает. Он еще кого-нибудь встретил, кроме меня? Да, еще там кто-то есть. Слава богу. И у спарты кто-то. Но... Но они не в войнах. Вот если бы они были в войнах, я, может быть, бы и расслабился. Блин, мне надо, конечно... Вот эту медь обработать, несомненно. Содержание юнитов уменьшается. Да, у меня есть? У меня нет пока расхода. Но у меня и я... С другой стороны я построю... Давайте, наверное, содержание юнитов поставлю. Сейчас. Я сейчас построю прачников. Блин, вот... И у меня никаких ресурсов нету, да? Которые бы веру... Давай. Просто у меня следующим ходом... В следующем ходом... Вот, кстати, лошади есть. В следующем ходом я бы мог пантеон взять. Сменее... А... И карточку я бы хотел убрать. А видите, я не могу карточку убрать, потому что у меня неоткуда больше веру брать. Блин, жаль. Я бы поменял сейчас уже. Ладно, содержание юнитов... Хотя, подождите, сколько у нас? Два хода прачника. А тут мы открывать сколько будем? Семь. Ну да. Да, наверное, стоит... Я... Нафига мне... Удвоенный опыт юнитов разведки сейчас? Уже все. Я уже открыл все, что мог. Ведь я их на защиту тут... Ну, и идут эти... Дуболомы. Блин, плохо. Что у нас есть? Чудеса на божестве можно даже не пытаться. Вот это может быть. Скоро уже плюс два единиц производства на болотах, оазисах и поймах рек в пустыне. Оазисов нет. Болото. Раз. Два. Три. Если выкуплю. Ну, кстати, четыре. Плюс два производства. Ничего так. Так, производство от рыбацких лодок. Ну, тоже, в принципе, тут еще что-то можно будет обработать. Но это не так много, да? Культура от пастбищ. С пастбищевыми я только раз-два и обчелся, да? Маловато. За каждым ничего ждала после фарваров. Точно нет. Плантации. Ну, плантации довольно много. Ну, а не когда еще я их раз-два-три-четыре-пять... Шесть. Возможно. Вера от рудников редких и бонусных ресурсов... Ммм... Не очень у меня. Тут я только медь вижу и не факт, где у меня железо будет. Вот... Это так себе. Вот это точно нет, потому что у меня вулкан вон только у грека. Так, значит, у нас получается либо культура от плантаций... Каменоломния? Маловато тут камень. Значит, культура от плантаций... Производство от рыбацких лодок. Производство от болот. В этом проблема в том, что нельзя осушать эти болота, да? Но, в принципе, их раз-два-три-четыре, да? В чем они... Вот сразу... То есть ты берешь, и вот эти клетки начинают производить. Ну, они, правда, у меня не в границах. Раз-два-три-четыре... А вообще, давайте я поищу просто. Даже у нас такая способность есть теперь. Может, я незаметнее. Вроде четыре. Да, четыре. Ну и... Оазисов, я так понимаю, нету. Конечно же, да. То есть четыре болота. То есть, по идее, это восемь производства, так? Минусы в том, что ты это убирать не можешь. С рыбацкими лодками. Раз-два-три... Четыре-пять-шесть производства. Но это еще рыбацкие лодки поставить надо. И культура от плантаций. Раз-два-три-четыре-пять... Пять... Ну, шесть культур. Ладно. Госпожа Тростника и Топий. Пока только одна работает, но, в принципе, вообще не проблема все купить. И мне это прямо сейчас надо производство. Я даже вот здесь сразу вот эту клетку выкуплю, чтобы она работала. Осуждение от мини-лика. А... Спарта вполне может и без осуждения объявить войну. Блин. Надо было с дуболомом этим так пройти. Опять неправильно. Ну, я Виктора, естественно, в этот город переведу. И, кстати... Может, меня сейчас мини-лик войну объявит? Давайте, может, так лучше сделаем. Так, уже и Спарта меня объявил. А, нет, кстати, это не обвинение. Это просто... Блин, 360. Что вы там клепаете эту армию, господи? Не ускоряйте. У меня со всеми другими у них дружочки, блин. Это все очень плохо. А так встану. Здесь так. И выкуплю вот эту клетку для производства. Да, тяжеловато. Так, до мастерства. Три хода. Давайте, наверное... Блин, ну тут долго прачники. Хорошо. Как-нибудь стены я вообще могу? Мне стены очень нужны. Каменолом не соответствует. Знаете, что я сейчас обработаю? И здесь пойду сюда камень обрабатывать. Мне надо ускорить. Мне вообще надо просто открывать каменную кладку. Я без стен проиграю. Мне в Роксбурге и Абердине надо будет срочно стены ставить. Ну я оборонительную тактику не открою. Там карточка на ускорение постройки стен. Это я не смогу сделать. Так, в Роксбурге что будем делать? Ну, давайте здесь прачника тогда третьего. А здесь... 28... 20... Давайте колесницу тут. Военную традицию бы стоило тоже с флангами. Ну у меня сначала мастерство... Ну да, сначала мастерство просто быстрее. Колесницу, потому что она 28, а не 20, как... Как дуболом, и, соответственно, у меня будет больше сила юнитов. Больше сила городов. О! Есть, пошло счастье. Соответственно, сейчас уже работает... Бонус... Шотландии какой-то. Три, один. Пускай вырастет, оно и ускорит производство тогда. Да, это я хороший пантеон взял. Сейчас еще эту клетку куплю, потом и эту. Сейчас, все, 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 что ждать? Блин, ну вот какой шанс, что мне... Кто... Ну вообще, я сейчас больше... Блин, а тут еще и галера приехала. Галера будет больно бить по городу. Блин, 471, 477. Что это за сила юнитов такая? Ну что, мне не даст обработать камень? Так, мастерство открыли. Значит, пока ставлю создание юнитов. И здесь просто производство. И давайте военную традицию. Ну что, объявит мне сейчас войну кто-нибудь? Нет, пока нет. Спарта пока плывет. Если у меня получится построить стены, то я считаю, что я тут спасусь тогда. Так, давайте так делать. Держу пока Виктора здесь, потому что я не знаю, кто из них нападет. Когда кто-то первый нападет, туда я и переброшу Виктора. Хотя они могут и вдвоем напасть. Так, сколько до открытия стен? Три ху... Нет, слушайте. Я могу следующим ходом открыть. Может, тогда отложить производство? Я ускорю уже камень. Я, наверное, даже следующим ходом. Давайте тогда отложу производство. Да, сейчас я, по идее, должен каменную кладку открыть. Да. Так. Четыре хода стены. Здесь восемь ходов стены. Четыре хода стены. Так. Ну, не знаю, пока я сюда встану, потому что отсюда можно и к этому городу, и к этому. В принципе. Построю стены, можно начать заниматься посел. А, ну, кстати, давайте тогда Раннюю Империю лучше открывать. Что, мне надо два поселенца еще построить? Если еще два хода мне не объявят войну, я думаю, что тут я уже выживу тогда. Так. Куда лучше этого скаута? Ну... Не, давайте тут пока держать. Ну, мне надо лошадей еще обработать. Они будут разграблены. Хотя бы увижу, где всадники. Так, стрельбу из лука. А, я не успел достроить прачника еще, да? Тут прачник следующий, один ход. Ну, давайте стрельбу из лука хотя бы два хода пооткрываем. То есть, пока нету смысла отказать, пока у меня... А, нет, у меня три... А, у меня три есть. Тьфу ты, все нормально. Тогда пока просто открываем стрельбу из лука. Да, видите, мы железо никак не можем ускорить. Ну, что? Скорее, все-таки Спарта. Скорее, все-таки Спарта, поэтому сюда. Кто-то, да, объявит мне войну. Это точно. А если они еще споются и вместе, да, они уже дружочки. Нет! Я так хотел жить. Не хочу сейчас тратить деньги на покупки клеток. Вот этого было достаточно. Конечно, тоже производство, но мне нужны деньги на апгрейд в луке. Еще один ход. Если они не объявят войну, я думаю, будет окей. Так, пока окей. Ну, тут у меня уже две стены будет. Я начну, наверное, поселенца строить уже. Мне надо тут заселять. У меня только пять городов влазит. Тут, я уверен, что здесь мне будет просто не хватать лояльности. Да, видите? Тут, конечно, типа пока выглядит тоже, но я тут город поставлю, это будет влиять на этот город. Тут нормально вообще с лояльностью будет, а вот здесь он слишком будет выпирать вперед. Меня, на самом деле, вот эта трилема больше беспокоит, потому что у нее атака 30, то есть это самый сильный юнит. Хотя, в принципе, стерлинг уже не берется за... Не, стерлинг... Вот, если бы Спарта решила трилемой Абердин атаковать, было бы печаль. Была бы печаль. Не, наверное, давайте вот так встанем. А вот теперь уже и Абердин не берется. Ну, наконец. А, нет, осуждает только. Я думал, война. В нормальный век выйти с божеством это нормально. Так, отлично. Открыли. Зачем я сюда пошел? Надо было на своих границах оставаться, чтобы апнуть. Так, давайте апнем. Два лука можем апнуть, да? Так, ну, в принципе... В принципе... Давайте я открою астрологию, сейчас я дала посмотреть, что здесь. Если тут будет обработка бронзы, а это, скорее всего, так и будет. Мне, наверное, надо все-таки сюда будет идти. Мне нужно железо, нужны мечники, рыцари. блин, ну что-то сюда встало, ну... А эти ребята все в золотой. Нет, посмотрите, мини-лики. Есть стены. Ну, все, можно выдохнуть. Можно выдохнуть. Тут я пока постою, чтобы силу увеличить. Я думаю, что скаутами можно продолжить исследование. Как насчет открыт... А, мне никто не даст, они меня обвинили. Это открытые границы. Если вы обвинены, то никто не даст. Поменяюсь местами, потому что я только на одну клетку стреляет. Возьмем эти монументальность. Так, где верховая езда? Угу, вот здесь. Ну, далековато пока. Давайте откроем тут. Так, здесь мы начнем опять поселенца. Ну, да, без карточки пока. А, нет, все уже с карточкой. Так, надо карточку ставить. А надо ли мне на юниты? Вот вопрос в Роксбурге. я вот тут поставлю на кавалерию. На тяжелую колесницу. Так что давайте в Роксбурге тяжелую колесницу. Хотя, тут поселенца? А, давайте я посмотрю, сколько строится с поселенцем. Пять ходов. Пять ходов. Мм, вообще давайте поселенца, да. А тут и тут поселенцев построю, поставлю города и успокоюсь. Я думаю, что мне силы юнитов сейчас со стенами должно хватить отбиться от любой атаки. Так, здесь у нас чисто производство. Четыре хода. Джон Кертон. Я говорю для... Блин, 265 у этого. Почему только у моих соседей по 600 сил? 617. Охренеть. Я Саджитарис, и мы скептики. Охренеть. Мне несомненно вот тут военный лагерь нужен или здесь. Мне, конечно, здесь лучше. Но тратить деньги на выкуп клетки я не могу. Политическое... Ну, хотя бы уже два города государства нашли. Мне торговец, кстати, нужен. Давайте, наверное, международную торговлю. Тут я меняю на кавалерии. Еще немножко тяжелый этой построю. Тяжелых колесниц. Да, что там открылось? Математика. Блин, а где же железо, е-мое? Блин, мини-лик уже где-то здесь. Хотя у него науки всего 18. Ну, блин, компьютеры. Ну, слушайте, я тогда, наверное, лучше в верховую езду пойду. У меня как бы сейчас письменность вообще вообще не поможет. Да, вот поставлю тут города, вообще заживу как царь. Крам Артемиды Горго. Это круто. Это круто. Блин, прокачивать ли Виктора? Слушайте, давайте Береженого Бог бережет, правильно? Плюс 5 к боевой мощи. Но в принципе, я давайте, наверное, даже Виктора сразу в Абердин пересажу, потому что я все еще думаю... Хотя, блин, армия-то больше у мини-лика. Ладно, давайте в Роксбург. Роксбург. всего три хода переезжает, но тем не менее будет приятно быстро бонусы иметь, если что. Так, в Стерлинге сразу поставим тяжелую колесницу и в Роксбурге тоже. Хотя, Роксбург более промышленно развитый город, больше производства. Ну, катя-ка и видно, что он такой более. Мне в Абердини монумент нужен. Как эти в Роксбурге тоже. Ну, давайте, обейте войну хоть кто-нибудь. Так неприятно сидеть, ждать. Если они в течение игры не объявят войну, это просто будет... Я очень расстроюсь. Я сюда встану, чтобы он мне не мешал город ставить. И наверное пойду этим дуболомом тоже тут встану. Так, в Роксбурге ну, тут колесница блин, все надо. Бронз это миров формы. Война мирова. Пойдем защищать пусть, а вдруг еще тут меня объявят в этом городе войну. Серьезно? 0,2. Да, ну тут короче нужен... Не, ну тут надо... Во-первых, тут нехватка довольства. Возможно, я сейчас обработаю... Что я тут могу обработать? Ну, черепаха... А есть с кем торговать черепахами? Нету. Мне нужно еще довольство. А других нету ресурсов. Вот еще мед. Мне надо идти мед обрабатывать. Я, наверное, этим рабочим овец... Почему нехватка минус лавиц? Когда не хватает довольства, например. Будет выше довольства, лояльность перестанет падать. А, ну и... Нет, ну юнит у меня там стоит сильный. А, вот же обработка бронзы, вот и железо. А, хорошо, железо у нас появилось. Железо у нас походу нету. Лошади. Железо у эфиопа. Класс. Но мне надо этих лошадей очень сильно охранять и надеяться на всадников, иначе у меня печаль будет. Минус ггшка. так, торговый путь. Пять ходов. Давайте здесь мы торговца построим. Здесь у нас монумент будет следующий. мы идем город ставить. Тут мы стоим. Ну, хоть с Австралией. Давайте мы дружбу с ней заключим. Блин. Ну, она вроде хорошо ко мне относится. Прошу а делегацию 35. То есть мне по идее бы апнуть. Но тут пока норм. Если что, если меня объявит войну. норм. Давайте делегацию за следующим ходом. Так. Надо ли мне менять карточки. вообще следующим ходом поселенец будет. Я больше не могу даже строить. Может поставить все-таки что-нибудь другое. Отлично. Боялся, что уменьшится до двух ходов. Нет, нормально. Рим только ну у нас в игре есть римка хотя бы. Мы это знаем. так наемники ускорились. Поселенец наемники ускорились. пришлось армию строить. 606 645 что что с этими цивилизациями не так. Встану на холм. А вот думаю мне идти рабочим через медь медь обработать или цитрусовый чтобы с кем-нибудь можно было меняться если что. Не выглядит так что кто-то хочет меняться. Блин, смотрите, у них даже лошадей и железа нету, то есть у них вот эта вся армия 645 это чисто вот этими первыми дуболомами и ты представляешь, сколько они там их нафигачили просто обалдеть ваши войска слишком сильные у него 701 у меня 133 ваши войска слишком сильные блин уууу какой я страшный это меня напоминает этих каких-то лисиц там красные лиси как они там называются такие они больше на мишек похожи они такие маленькие они чтобы казаться страшнее стоят на задние лапы такие ууу типа вот и я заставляю нервничать мини лика сейчас там проход есть ммм с монумента начну но это будет два производства да наверное все-таки через медь ну не с кем торговать он он даст конечно жилье для стерлинга с другой стороны плантация но мне кажется производство тут круче чем стерлинг вырастет так что он тут будет обрабатывать ничего так давайте апнуть в лучника машиностроение увидеть далеко вообще ни одного района знаете что давайте после всадников навигацию по звездам откроем я явно буду в обердине стерлинге в этом городе гавани строить давайте думать про правительственную площадь где-то вот тут надо ставить нет вот тут блин тогда все пшеницу вырубать блин ладно не знаю пока ну что австралиец время дружбы да ёбе ёперный бабай что ты такой недружелюбный так постоим здесь запрем этого парня так монумент монумент ах выкуплена клетка блин вот это для военного лагеря конечно очень хотелось заиметь может кстати с галеры уже на галеры карточка нужна для галер с другой стороны строителя ну в общем мы в пять городов будем играть у меня больше конечно возможно могли острова быть но у меня очень большие сомнения а давайте посмотрим что там у наших соседей у австралии четыре города у спарты четыре города у эфиопии четыре ну вы же понимаете что у них бонусы по-моему в два раза больше то есть мне по идее в два раза больше нужно городов так это мы вебердин отправляем тут тут сложнее ходить деньги но после навигации по звездам деньги конечно но блин вот это категлюк я поэтому здесь и не открыл лошади это появилось после позапрошлого патча shift тупо первый раз не срабатывает интересно я думал он будет эту не давайте я хочу чтобы он тут это просто еще деньги капают зачем мне три еды производство производство а эту как хочешь тут давайте посмотрим деньги просто просто потому что деньги производство производство и остается вот эти два да тут тоже производство а тут наверное два хода так тоже 2 3 лучше так у нас тут тут все как есть еще черепашки добавятся каленья каленья ну ладно здесь медленно растет но пускай монумент построится здесь едорост и в принципе место неплохое места неплохие а сколько у нас три хода до гавани да блин подождите нам надо верховую езду опять вот или подождать верховую езду давайте наверху навигацию инженерное дело нету смысла торопиться ну и на этом я наверное закончу первую серию спасибо что смотрите напоминаю что спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества спасибо им за поддержку для всех остальных оно выйдет завтра всем пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока и всем пока и всем пока и всем пока